Да тут можно много бегать, можно много прыгать, а зачем? А зачем? Ведь просто посмотрев мою передачу, понимаете, я о чем беседую. Мне вообще нравится, когда меня смотрит мой зритель, потому что мы как бы думаем вместе с вами, как работать дальше. Как не потратить большое количество денег. Я вот сегодня на машине прокатился, потратил 600 рублей, а на велосипеде ничего не трачу. То есть, грубо говоря, вот идеальный вариант, что в городе Магнитогорск гораздо проще ехать на велосипеде. В Магнитогорск гораздо самый простой вариант, использовать в качестве электроисточников и светильников все, что делается в электросиле. Последнее из подразделений которых, одно из подразделений, которое располагается на улице Вокзальной 5. Не так часто случается, но благодарность конца не имеет. Чтобы было более интересно магнитогорским предпринимателям. И самое удивительное, что дивиться можно бесконечно и удивляться тоже. Электричество, передовая часть науки, оно не должно напрягать ни по ценам, ни по удовольствию. В принципе, вам понятен фактор. Купить здесь дешевле однозначно. И вам всегда посоветуют то, что нужно в количестве до метра. Остальное в доме пригодится. К слову, для работы с электричеством есть все по реальной адекватной цене. А когда вы видите цены, удовольствие от посещения электросилы вам гарантированно. Так, собственно говоря, вот почему. Потому что сюда постоянно идет привоз товара. Привоз товара, то есть надо понимать, что вы его тоже забираете. Ценники-то, в принципе, достаточно адекватные. И, мягко говоря, ну, примерно, я вам сейчас серьезно скажу, это не я говорю, это вообще люди везде и всюду говорят, что, в принципе, дешевле электросилы в Урало-Сибирском регионе ничего нет. Вы понимаете, что это Урало-Сибирский регион? Огромное пространство от Поволжки и до, ой-ой-ой, это почти до Алтая. Вот это Урало-Сибирский регион. То есть надо огромное спасибо сказать электросиле за то, что она вообще существует в городе Магнитогорске. Скажите, пожалуйста, как вам ценики местные? Отличные. Отличные, да? Да. Всегда тут покупаю. Вам светильники и местные нравятся? Все мне нравится. Все устраивает. То есть есть возможность купить, правильно? Конечно. Мы это приобретем сейчас. К сожалению, мне не дает вам показать склад. Он вот не маленький. Где я нахожусь? Комсомольская, 17. Но чтобы показать само пространство, вы его сейчас видите. У нас очень в городе много всяких разных салончиков, которые продают электричество. Ну, типа того. Не всегда это дешево. Скажем так, в основном это не дешево. А чтобы вы могли понять, вот это само пространство, это только в одну сторону. Могу еще в другую сторону показать. То есть, ну, будем считать так, что для удовольствия использования электричества здесь есть не все, а вообще все. Вообще все. Ну, за исключением некоторых вещей, которые продаются в других магазинах, типа хлорной железы. А так, пожалуйста, никаких проблем. Даже припаять можете все, что угодно. И кислота паяльная есть. И все батарейки есть. И даже батарейки, знаете, куда есть? Не хочется быть. Есть такие батарейки, которые включаются в компьютер. Так что ваш компьютер работал долго. Вот так вот, понимаете? Смотрите, люди заходят, всем нравится, красивые ровно. Почему все это дело? Во-первых, это не для нас, это для вас. Вы должны спокойно, неторопливо, грамотно обсудить, подумать и купить. Поверьте мне, я здесь покупаю. Большое количество людей здесь покупает вещи. Заходите, заходите, не проблема. Вон у меня камера там стоит. Это мы просто с ней общаемся. С моей любимой камерой. Красивой, ровной камерой. Кстати, да-да-да, если бы не особенные прибочки, я бы имел бы проблемы. А в связи с тем, что я работаю с электросилой, то есть этих прибочек нет. То есть все, что угодно, я либо паяю, либо делаю. Да, кстати, насчет пайки. Неплохая штука, реально. Ой, ну, кадры точно даже хорошо. Вопрос, почему вы выбираете электросилу? Потому что здесь отличный выбор для профессиональных электриков. Компетентные продавцы, которые легко подберут вот все, что вам нужно. И во второй магазин ехать не придется. Здесь приехал, все купил, уехал. Отлично. Нельзя объять необъятное. Это из той же оперы. Перечислять все сложно и не нужно. Проще слушать удовольствующих человеков. И честно, что таких за несколько лет работы сотни. Не слушайте меня. Слушайте мнение. И доверяйте им. Я не буду говорить ничего от себя лично. Не буду еще. Поговорим о наших замечательных товарищах, которые занимаются электричеством. Ну, в принципе, я тоже электричеством занимаюсь. Потому что, когда меня уволили из ЧГТРК, мне присвоили звание «Электроник». Электроник, где же твоя кнопка? Оказывается, есть такое название «Электроник». Ну, так вот, я являюсь электроником. И, в принципе, до 100 кВт я могу работать. Вы не знали, что ли? Зря, господа. Я очень многими вещами умею заниматься. Не круто, естественно, но потихонечку. И вот эти товарищи, с которыми мы пообщались, а я им сказал, что я вам сейчас все принесу красиво и ровно. Почему? Потому что я очень хорошо работаю с электросилой. Когда я все это дело принес, они говорят, а мы тоже все дело покупаем в электросиле. То есть, надо понимать, да, что даже люди, которые занимаются, и у них какой-то должен быть особая примочничество. Вот так вот. Это я так умею говорить. Они также покупают все в электросиле, потому что дешевле нет ничего, а выгоднее еще надо поискать.